портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник израильский политолог михаил пелеверт михаил приветствую вас добрый день давайте начнем не с оперативных сводок в газе и того что там происходит хотя там очень горячо и мы безусловно к этой теме вернемся начнем с другой хотя они в общем-то взаимосвязаны это но я не знаю кризис наверное в отношениях между президентом сша байденом и премьер-министром израиля ведемином теньягу во всяком случае если верить и самым известным американским изданиям например таким как news вот согласно этим публикациям президент ша очень недоволен поведением на теньягу и в частной беседе назвал главу израильского правительства английским словом асхол переводить можно в зависимости от того насколько уважительно надо относиться к премьер-министру кто-то из интернет изданий на рутом языке перевел это как придурок а кто-то буквально как засранец но это дело как говорится вкуса и знания английского так вот байден разочарован согласно источникам американских изданий тем что ему не удается убедить израиль изменить ход военной операции в газе что он разочарован конкретно на теньягу считая что именно он является камнем преткновения и вот согласно телекомпании nbc он будет пытаться байден пытается убедить израиль согласиться на прекращение огня однако на теньягу цитата устраивает ему сущий ад скажите пожалуйста насколько это все отражает реальность на ваш взгляд насколько все это критично и что будет дальше по сути дела тогда как это все отразится на наших отношениях ну во первых признаюсь что я не испытываю никакого воодушевления от того что американский президент обзывает нашего премьера я даже чувствую себя немного уязвленным да в таком национальном смысле этого слова ну да если пользоваться той же английской терминологии то это уже too much это уже за гранью посмотрите я знаю что в израиле есть немало средств массовой информации которые с удовольствием повторяют и тиражируют вот все эти емкие выражения которые используют байден относительно нетаньягу но я боюсь что это больше связано с их желанием страстным поверить что это правда я не знаю насколько байден повторил или сказал все те слова которые ему приписывают я предполагаю что правда видимо где-то посередине часть из этого это наигранная такая театральная часть я бы сказал соединенных штаты хотят продемонстрировать да недовольство публичную порку нам не устроить да погрозить пальчиком и часть это наверное искреннее непонимание куда идет израиль и каковы его стратегические цели ну или оперативные цели видимо понятно каковы цели стратегические и тут наверное мы приходим главному различию между двумя странами соединенные штаты никакой бы президент не стоял во главе этой страны или как бы не распределялись места в сенате или в конгрессе у них есть то что называется это стратегия национальной безопасности концепция национальной безопасности ее принимают раз в 10 лет иногда на 20 лет и любой президент любые государственные органы должны ему следовать я поэтому здесь несмотря на то что понятно что у байдена есть личные то что называется интересы он является политиком прежде всего который собирается в ноябре избираться при этом я думаю что он в большей части следует вот этому вот этой концепции национальной безопасности которая с одной стороны отводит в ней мне кажется важное место израилю в качестве одного из главных несомненно союзников сша и обеспечение израиля такой качественным превосходством над всеми соседями мне кажется эта концепция никуда не делась и поэтому не надо бить в колокол что в набат якобы это может измениться но при этом соединенные штаты также преследует видимо желание не выводить происходящее на качественно другой региональный уровень они хотят сохранить этот конфликт в качестве локального конфликта они на самом деле мне кажется считают что палестинское государство это реально сценарий наиболее реальный и наименее такой плохой негативный сценарий из всех остальных видимо вот в этом есть существенные противоречия относительно того что не только президент байден сказал в адрес нашего лидера но и то что говорят наши политики в адрес американского президента это я бы все-таки предлагаю смотреть на это как на некий пинг-понг но при этом нашим предлагаю вспомнить американскую пословицу которая говорит что не стоит ссориться с человеком который складывает ваш парашют давайте не не заблуждаться что в данном случае именно соединенные штаты складывают наш парашют и они при этом в этом деле показали невероятную последовательность принципиальность последние десятки лет буквально ни разу нас не не подвели и все те разногласия которые несомненно есть я бы очень хотел чтобы они сохраняли какой-то такой рациональный рабочий формат видимо видимо резьба слетела вот было такое хорошее выражение до отношения между нашими даже не столько странами сколько администрации здесь я думаю очень много личного сейчас в отношениях между между сша и израилем я очень надеюсь что это изменится когда когда сменится и тут и там да и это вполне вероятно мне кажется сценарий хотя я так осторожно предположу что ожидать от например от трампа который вероятно быть может сменит байдена какого-то более последовательного менее импульсивного импульсивного менее эмоционального такого подхода в отношениях с израилем я бы тоже не стал то есть мы в любом случае сейчас видим то что в такой в теории экономического поведения до поведенческой экономии называется теория шумов да это когда ты не можешь рационально решать поставленные задачи да руководствуясь просто такими математической точностью что хорошо а что плохо а тебе придет приходится учитывать огромное количество не имеющих отношения к делу и параметров да это личные интересы политические это я бы сказал какие-то такие личные идеологические предпочтения это твоя вера это то с каким настроением ты встал с утра и как как какие твои отношения с женой то есть очень много шумов влияют на реальную политику вот сейчас у нас такая стадия отношений соединенными штатами боюсь повторю что у нас ведь тогда как у них а стратегия есть у нас эта стратегия отсутствует чтобы закончить с этой темой хотя она бесконечно безусловно скажите пожалуйста натаньягу который сейчас вот особенно после этого случая которым мы говорим предстает в таком образе несгибаемого национального лидера который не поддается давлению старшего брата и руководство исключительно вот выбранной им лично стратегии интересами страны он этот образ привлекателен сегодня избирателю этот ягу ну будем говорить грубо так наберет на этом политические очки вы знаете мне кажется это может быть кому-то покажется парадоксальным выводом что но в корне отношение к натаньягу не сильно изменилось то есть даже условно вот эти два больших лагеря бибистов и антибибистов мне почему-то кажется сохранили свои пропорции понятно что ликут просел понятно что и коалиция сегодня явно не наберет если бы выборы состоялись сейчас 64 мандата да она как бы в среднем число которое вероятно они получат это где-то между 45 и 55 мандатами но при этом общее общее тренды на то что ликут перестал падать в вопросах общественного мнения мне кажется вполне сейчас заметен и поэтому нетаньягу я думаю как мастер до ситуативной игры вот он сейчас ему кажется что он отталкивается от дна до чтобы падать ему больше некуда и вот с этой точки в которой он находится он может только расти а точки а причин для точек роста для роста есть немало то есть во первых будем все надеяться что будут освобождены заложники большинство из них живыми будем надеяться что все таки какой-то мирный процесс сумильными арабскими странами начнется да надо надеяться что хамас все-таки в качестве такой административной единицы и военной единицы будет повержен вот все эти достижения все эти галочки которые нетаньягу мне кажется будет себе переписывать ближайшие месяцы вполне может снова сделать его человеком вполне претендующим на на пост преемника самого себя самого себя да я бы ни в коем случае не списывал бенемина нетаньягу со счетов потому что он умеет в этом смысле играть в долгую и его главный здесь его главная позиция это чтобы на правом фланге не возникло достаточно авторитетного и достойного противника он всегда будет говорить что я наилучший что есть у права консерватора в израиле в принципе общее поправение израильского электората я думаю неизбежно и вот до тех пор пока у нетаньягу не будет достойного противника внутри этого консервативного лагеря я боюсь ничего качественно не изменится конечно же я могу ошибаться и быть может многие считают что бенемин нетаньягу полностью исчерпал вот тот запас очарования который у него был глазах избирателей но вот мне почему-то кажется что нетаньягу далеко еще не сказал своего последнего слова ну тогда последний собственно еще один вопрос еще один последний вопрос на эту тему вот известный израильский журналист равив вдругер в публикации публикации в газете аарет пишет о возможном как ему видится будущем нетаньягу она очень печально согласно его теории и он в частности пишет цитата вскоре в отношении его поднимется него смысле нетаньягу поднимется самая мощная волна протеста в истории государства демонстрации против судебного переворота покажутся по сравнению с ней просто репетиции на улице выйдут миллионы которые потребуют уходи конец цитаты вы согласитесь с такой перспективой вы знаете равива друкера я во-первых я с ним знаком я могу свидетельствовать даже я бы так сказал что его желание сбросить менями на нетаньягу давно переросло из такого рационального вы какое-то эмоциональное чуть ли не подсознательное подсознательное это конечно не означает что он не не искренне в это верит да равив друкер мне кажется на самом деле в какой-то момент считает начал считать что нетаньягу это причина всех зол и всех бед но здесь мне кажется происходит вот согласно той же самой теории шума да то есть когда человек не совсем может вычленить рациональное да в своем как бы подходе вот мне кажется это то что происходит с равивом друкером он выдает желаемое за действительное несомненно несомненно анти лагерь анти нетаньягу в израиле никуда не пропал и есть сотни тысяч человек активных которые готовы будут выйти на улице но даже если мы возьмем вот эту цифру там сотни тысяч человек 200 да это все равно не миллионок все-таки будет три или четыре процента от израильского общества и я предлагаю и соответственно таких же активных проби бистом у нас в обществе наверное приблизительно столько же а есть огромное посередине болото политическая которая видимо не решила куку как она будет себя вести здесь как бы мне знаете равив друкер напоминает был такой молитва душевном спокойствии не помню чья но она в ней говорилось приблизительно следующее да там господи дай мне спокойствие принять то чего я не могу изменить дай мне мужество изменить то что я могу изменить и дай мне мудрость отличать первое от второго вот равив друкер мне кажется он настолько хочет сбросить меня мины нетаньягу что от него я бы от каких-то реальных практической картинки да вот я бы не основывал свое видение на его словах она тенденциозна перейдем более практическим вещам вот на этой неделе должен рассматриваться во всяком случае быть внесен законопроект о призыве его принятие было инициировано армией салом этот законопроект предусматривает продление срока срочной службы а также повышение возрастной границы для служащих в резервистских частях солдат судя по всему армии явно не хватает людского резерва но при этом параллельно готовится к рассмотрению и скорее всего принятию другой закона призыве точнее они призыве об освобождении от службы в армии ультратадоксального населения скажите пожалуйста это все взрывоопасное по мнению многих экспертов столкновение будет особенно на фоне войны когда одни служат другие нет одни воюют другие нет скажите пожалуйста вот это эти два закона о призыве они могут взорвать ситуацию и быть вот этим вот триггером который возмутит окончательно общество вы знаете мне очень хочется здесь тоже сказать да мне хотелось бы это сказать но я повторяю хочу быть сегодня последовательным и не нейтрализовать личные шумы идеологические то есть с одной стороны это триггер который сопровождает нас по последние 20 лет как видим сейчас война да в его острой фазе да но я к тому чтобы где-то 20 лет армия очень хочет призвать харидин и до 2016 года цифры даже росли до 2016 году был пик призыва харидин в армию когда их призвалось аж 1900 человек и с шестнадцатого года цифры падает и она остается такой более-менее на на отметке 1000 100 1200 человек что составляет приблизительно 10 процентов от общего потока да то есть должно было бы призываться в 10 раз больше а на самом деле объем да масштабы призывов среди харидин падает потому что их население растет со скоростью 4 5 процентов в год да если цифра остается той же самой соответственно значит у нас регрессия никакого прогресса нет значит последние 20 лет все нам говорят что это вот тот самый триггер который окончательно значит заставит всех очнуться выйти на улицы протестовать против этого неравноправия ну вот смотрите я я пока что не вижу такого достаточно хорошо организованного движения которое бы за вот за последние 20 лет или по общественного протеста или организованного политическую партию которую бы который бы удалось этого достичь изменится ли что-то сейчас из-за войны я не знаю видимо видимо энное количество людей которые раньше считали что харидин имеют право не призываться изменит свое мнение я думаю что уж слишком явным сейчас будет вот это неравенство перед законом неравенство в времени но созреет ли это до какой-то критической массы для того чтобы сотни тысяч или миллионы вышли на улице я не знаю это вот это на самом деле хороший вопрос в любом случае я абсолютно уверен что для того чтобы это произошло то есть это может быть триггером но здесь нужны люди которые это возглавят это должны быть достаточно талантливые и харизматичные политики или общественные лидеры это должна быть хорошая организация то есть здесь я абсолютно уверен что понимаете высокая цивилизация развитая цивилизация это ситуация в которой ничего невозможно сделать не профинансировать знаете вот я бы так это определил то есть кто-то это должен профинансировать на уровне повторяю организованного посыла организованного месседжа и организованной организованного протеста к сожалению стихийность такого протеста я не верю но это абсолютно чудовищно насколько харидин живут в абсолютно другой шкале ценностей и не понимают что что и что когда-то и это кстати я уверен да не знаю когда терпение лопнет у у тех которые служат потому что вот первый закон о котором вы говорили да закон о продлении срока службы продлении срока службы он в сухом остатке говорит о том что тот кто служит должен служить больше а тот кто не служит все еще может не служить это вопиющая несправедливость там понимаете там до 42 дней в году будет милуем да а офицерам придется 70 дней до командиром а кадровым офицерам 84 дня в году и здесь единственное знаете что я хочу привести такую цифру есть абрахим абрахим это учащиеся ешив которые женаты жена и да это их приблизительно в израиле я думаю где-то 105 тысяч 80 с чем-то процентом от абрахим которые в принципе освобождены от службы в армии то есть они не получают они не в отсрочке они изначально могут не служить и при этом они все-таки продолжают учиться в ешивах что заставляет меня предположить что очень расхожее ведь есть мнение что харадим остается в ешивах только для того чтобы не служить ну или там большая часть учащихся ешив вот эта ситуация с абрахами это эту теорию опровергает и здесь я все-таки предлагаю людям которые думают думают о том как решить эту проблему понять что религиозные в израиле ультра ортодоксы они не живут как очень часто мне кажется думают светские в какой-то извращенной неправильной морали да с нашей точки зрения что они как бы не не просто они у них не открылись глаза и на и до них надо просто донести счастье быть светским человеком да и служить в израильской армии они живут в параллельной шкале ценностей вот вы шкале ценностей которые их воспитывают с первого класса да точнее даже раньше да там с детского сада службы в армии совсем не центральная играется центральный мотив и поэтому ничего в этой стране невозможно будет изменить если не начинать с дошкольного и школьного образования то есть пессимизм мой заключается в том что даже если бы мы завтра предприняли правительство предприняло бы активные меры для для того чтобы привести изменить ситуацию это можно было бы начать в школах но эффект был бы лет через 20 то есть это поколенческая проблема начинать надо было еще вчера этот закон еще эти два закона они в еще большей степени отложат вот этот гнойник не побоюсь этого слова на решение этой проблемы лечение этой проблемы еще на несколько лет с 2018 года у нас ведь даже закона нет каждый год каждые полгода правительство продлевает закон об отсрочке харадим богатство признает неконституционным требует доработать правительство как вот уже пять вот уже шестой год до каждые года обещают через полгода подать новый законопроект вот эта игра в кошки-мышки она продолжается кстати 26 февраля если не ошибаюсь но в конце месяца богат снова будет рассматривать совершенно верно вопрос о продлении этого закона бы давайте бы я думаю можно угадать кого на значит от виноватом правительство да и коалиция но они снова скажут полагаться в меня и вмешивается в дела государства превышает свои полномочия хотя повторяю израиль и суд вмешивается только там где правительство не приняло решение ну нас еще ждут более оперативные проблемы я имею ввиду ситуацию в рафиэхе это собственно один из камней преткновения вот этих наших противоречий с американцами о которых мы начинали говорить и так правительство уверяет что вот-вот начнется операция в этом городе с другой то есть последнем оплоте как утверждается хамаса и возможно именно там находятся заложники которых удастся будем надеяться освободить с другой стороны там сосредоточено по таким неподтвержденным данным свыше полутора миллиона гражданских палестинцев и что с ними будет и как решить эту проблему куда их вытеснять или переселять никто твердо сказать не может кроме этого начинают нарастать наши проблемы с египтом куда кстати переместился центр переговорный по заложникам и вообще ситуации в этом в отличие от катара египет прямо заявляет что если на его территорию побегут палестинцы и израиль их не остановит то это приведет ну как минимум к заморозке мирного соглашения с израилем в общем все там горячо плохо и нехорошо а тут еще через месяц у нас месяц рамадан наступает скажите пожалуйста у израиль как будет поступать на ваш взгляд в этом в этой ситуации израиль чтобы и не поссориться с американцами и не допустить высоких потерь среди гражданского населения палестинцев и не разругаться с египтом и не восстановить против себя все муля в мусульманское сообщество в священный месяц рамадан у нас есть вообще шанс это сделать знаете вы меня с самой постановкой вопроса не оставили выбора мне придется сказать нет вы выполнить все условия видимо не получится но здесь мы уже мне кажется с вами обсуждали о том что видимо нет идеальных решений здесь надо просто между плохим и отвратительным вы выбрать наименьшее зло отползти от края да вот мы должны какого-то отползти от края у каждого этот край свой но здесь понимаете вот все все те вопросы которые неожиданно в последнюю неделю всплыли это звенья одной цепи да это вот костяшки одного вот этого эффекта домино то есть вот говорят например об опоре да вот об умре это неспроста да это не только вопрос того что на самом деле сотрудники этой организации участвовали напрямую в терроре да там или поддерживали хамас вопрос ведь сразу же в том кто их заменит у меня вся гуманитарная ситуация поддержание того состояния которое в газе основывается именно на 10 деятельности этой организации если мы хотим переместить миллион человек из юга на север там сразу же встают инфраструктурные вопросы где им жить если у бопор возможность восстановить там до свои пункты обслуживания населения если можно так сказать а если это не бопор то кто будет этим заниматься не таньягу на этом и на этой неделе обронил такую фразу что во второй мировой войне мы победили нацизм и но при этом нацисты остались да то есть его победа над нацизмом не предполагал уничтожение каждого отдельного взятого нациста сказал не таньягу то есть он тоже понимает что видимо после победы над хамас там останется много хамасовцев да и что с ними делать видимо ответа здесь тоже нет египет и ордания вы сами сейчас все все эти больные вопросы до больные точки назвали я повторяю что вот в мне кажется израильское правительство не умеет не умеет решая срочные проблемы думать и о важных проблем срочные проблемы они понятны это освобождение заложников и уничтожение еще трех или четырех батальонов хамас которые действуют из рафиах а вот важные проблемы они не срочно но не очень важны это как создать альтернативу хамас как понизить мотивацию палестинцев нас ненавидеть это я кстати не 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 стесняюсь да вот именно такой постановки проблемы но это такой же поколенческий вопрос как и это тоже поколенческий вопрос но у нас нет органа который бы вот так именно так как вы сейчас поставили вопрос вот такой последовательности пытался на него на эти вопросы ответить это должна была бы делать агентство национальной безопасности совет национальной безопасности но совет национальной безопасности многие уже последние годы собирают занимается политическим обслуживанием интересов премьера они выработкой долгосрочной стратегии но я предположу осторожно что египет заинтересован мирном переговоре с с нами не в меньшей степени, чем мы с ним, это во-первых. Во-вторых, я боюсь, что главной острой, особенную остроту будет, особенно остро будет стоять вопрос о том, да, палестинская автономия или нет палестинской автономии. Мне кажется, это сегодня главный вообще, главный камень преткновения, главный вот, главные разногласия в отношениях между нами и Соединенными Штатами и Западом. Признаем ли мы старую формулу «два государства для двух народов» или, во всяком случае, легитимность палестинской автономии в качестве образования или нет. И вот здесь надо действовать очень-очень осторожно, потому что, повторяю, мы нуждаемся в американской помощи и не можем себе позволить то, что позволено Юпитеру. У нас осталось пару минут, тогда уже раз мы вышли на эту тему, такой вопрос. Проскользнуло несколько публикаций в американской прессе о том, что в администрации Байдена всерьез рассматривают проект признания де-факто, или де-юре точнее в данном случае, палестинского государства в одностороннем порядке. Вот по принципу признаем, а там видно будет. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это возможно? И к чему это обяжет и желает? Вы знаете, так я не совсем понимаю, как это изменит в корне ситуацию. Палестинцы и сегодня говорят вполне открыто о палестинском государстве. Просто никто не знает дату. Они назвали дату, когда эта палестинская государство будет существовать. Официально признать его существующим, но это будет, как сегодня модно говорить, попытка надеть сову на глобус. Понимаете, можно, конечно, американцы могут сказать, что мир плоский, но мир от этого не изменится. Даже если американцы скажут, что палестинское государство существует, оно не станет реальнее, к сожалению или к счастью. Это сегодня фейл-стейт. Это сегодня нежизнеспособное в нынешнем виде образование. Мне кажется, американцы это понимают. Поэтому, я думаю, все их объявления будут все-таки связаны с какой-то перспективой. Они будут говорить об образовании этого государства в будущем. Я думаю, что они не рискнут сегодня, после произошедшего 7 октября, признать, что палестинцы после этих событий стали ближе к государственности. Это было бы абсурдно, потому что получилось бы, что величайший акт террора в истории современного Израиля дал какую-то легитимацию палестинскому государству. Это бред. Я не знаю, кто там принимает решения в американском доме, но я надеюсь, что все-таки там трезво оценивают ситуацию и ни в коем случае не решаться на этот шаг. Михаил, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский политолог Михаил Пелеверт. Всего доброго. Спасибо.